19 февраля под тогда еще Академией внутренних войск МВД Украины несколько десятков активистов Евромайдана блокировали ворота Академии, чтобы не допустить выезда курсантов в Киев на Майдан. Затем туда же подтянулись около сотни так называемых тетушек-гопников, молодчиков в масках избитыми, а также бойцы Беркута и Грифона. Пикет майдановцев закончился массовым избиением, бойцы совместно с тетушками начали зачистку. Было травмировано несколько активистов, а также журналистов, которые выполняли свою работу и делали материалы на месте событий. Нескольким операторам правоохранители разбили камеры. Кроме того, около 12 майдановцев были доставлены в райотдел, при этом никого из тетушек так и не задержали. Сегодня в областной прокуратуре сообщили о том, что одному из экс-руководителей Харьковского горуправления главного управления МВД Украины, который дал команду о разгоне митингующих, объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по статье «Служебная халатность», повлекшее тяжкие последствия. Через недбалість правоохранця, уже на данный час колишнего, до охороненного периметра, который создали милиционеры, безперешкодно зайшло близко ста так званых тетушек, которые побили митингувальников, застосовали силу до представников засобов массовой информации, разбили несколько камер операторам, в том числе и центральных телеканалов. На данный час экс-милиционеру выбрано запобежный захід у выглядя особенного обязанности. Один из пострадавших во время столкновения у Академии, оператор съемочной группы телеканала СТБ Александр Брынзе, ему милиционеры разбили голову. Утверждает, результаты расследования его не радовали. Никто из виновников избиений мирных демонстрантов и журналистов до сих пор так и не был наказан. Однако сейчас, после объявления о подозрении полковнику милиции, появилась надежда, что дело сдвинется с мертвой точки. Нам, после того, как прокуратура закрыла дело, потом милиция опять начала заниматься препятствием. Вот открылось дело по статье препятствий журналистской деятельности. Нас тоже вызывали, это летом еще было. И вызывали, что раз или два меня с Машей. И так это ничем не так началось. Ну, что вызвали, вызвали и все. Ну, раз там полковнику милиции что-то там предъявили, ну, дай бог, что может в какую-то сторону он двинется. Уже приятно, что это все не забыто. В прокуратуре тем временем утверждают, это уже второе обвинение по данным столкновениям. В суд переданы материалы по действиям одного из сотрудников Грифона, который участвовал в избиении активиста. Установить его личность как раз и помогли те видеоматериалы, которые передали в прокуратуру журналисты. Кроме того, в отдельное производство по статьям препятствования журналистской деятельности и хулиганства выделены материалы о действиях тетушек, которые также избивали демонстрантов возле Академии внутренних войск. Лариса Говина, Владимир Борох, Агентство телевидения Новости.